Доброе утро, друзья! Я, вы знаете, победила Вика. Я не знаю, выпал Орел или Решка, но я понял по выражению лица, что победила она. Итак, сегодня она вам представляет вашему вниманию нашего первого гостя, сушев, повара Ля Терраса Кафе, Михаил Кучев. Та-дам! Водитель, как знал бы ты, как они пахнут здесь. Я вот буквально, знаешь, уже держусь за бардую стойку, чтобы не начать и не накинуться. В мою сторону сделай вот так рукой. Вот так, на. И вам, друзья, и вам, вот вы должны почувствовать этот аромат свежеприготовленных блинов. Ну что, Михаил, главный вопрос. Каким должен быть идеальный блин? То, что я смотрю, честно говоря, в моем представлении блинчики, это все-таки вот такие, скажем так, более... Тоненькие, невысокие. И тоненькие, да. У вас, я смотрю, они такие... Я называю это оладьи. Можно вот показать, да? Да, конечно. Это разновидность блинов. Это специальный рецепт от бывшего графа Гурьева. Да вы что? Называются гурьевские. Ихняя суть состоит в том, что они готовятся без соды. На ряженке домашней. Желательно домашней ряженке. И именно поэтому они вот такие поднимаются, да? С добавлением кое-каких спецэффектов кулинарных. Каких не скажете? Спецэффектов белка. Существенно белка. И они имеют такую пышную форму. А наши стандартные русские и украинские блины имеют тоненькую форму. Тоненькую форму. Мы вот с Вадимом, да, уже пришли к тому, что очень есть любим, но вот идеально приготовить тесто для блинов не всегда получается. Какой секрет, может быть, ваш лично есть, чтобы не было вот этих комочков противных, чтобы тесто таким было вот... Чтобы тесто было однородной массы, желательно его тщательно перемешивать. И когда это все перемешиваем, смотрим, если будет все-таки пенка сверху, ждать, пока она сядет. И тогда блин будет идеально. Пенка должна сесть. Да, пенка должна сесть, потому что блинчики с пенкой, это уже не блинчики. Ну а мы, а мы, сразу есть вот это, понимаешь, сразу жарите, бегом, бегом. А ты сразу пенку начинаешь снимать. Слушай, давай просим, Миша, пусть он пошагово расскажет, коротко, вот рецепт этого теста. Вот в пропорциях, что ты берешь, с чего, сколько? На простые русские блины. На простые русские тонкие блины. Берем яйцо, взбиваем, добавляем муку, сахар. А в пропорции можешь, допустим? В пропорции приблизительно там 120 грамм муки, добавляем 50 грамм сахара, добавляем соль, щепотку соли, это грамма 2 где-то. И это все перемешиваем, потом добавляем молоко и доводим до однородной массы. Если масса будет неоднородной и комочки будут чувствоваться, что на венчике есть комочки, его надо довести до однородной массы. Потому что блинчики не удадутся, будут в блинчиках комочки. По консистенции тесто должно быть такое, ближе к жидкому? Ближе к жидкому, потому что густое тесто будет очень толстое и будет тянуться, в принципе, это неприемлемо для блинов. Миша, я вот такой еще секрет слышал, что яйца перед тем, как добавлять их в блины, да, сначала лучше хорошо бы из холодильника достать, да, и чтобы они полежали в комнатной температуре, а потом только из них. В принципе, для яичницы то же самое, да? Да. Вообще, все, что вы делаете с яйцами, дайте им полежать сколько минут? Полчаса, короче. Пусть они полежат, а потом уже с ними что-то делаете. Миш, давайте плавно переходить теперь к начинкам. Я знаю, что раньше, естественно, никто ничем блины, наверное, не начинал, но их ели максимум с вареньем или с медом. Сейчас уже, конечно, масса вариантов. Изобилие и разнообразие. Да. Прежде всего вопрос, зависит ли состав теста от того, какой будет начинка, сладкая или же это будет икра, может быть, рыбка какая-то? Это все принципиально зависит от человека, который их будет кушать, и консистенция теста должна зависеть от того, будет ли начинка жидкая или густая. Если начинка будет густая, в принципе, тесто может быть мягенькое, нежное, но если начинка будет жидковатая, желательно, чтобы тесто было жестче и, как вы говорили, густее. Ну, мы сейчас выясним, на самом деле. Я тоже смотрю на это все дело, и давайте мы у вас спросим. Как вы думаете, смотрите, вот коричневый блин, я думаю, что сюда добавляли какао, да, может быть, белый блин, ну, понятно, классический. Стандартный, да. А вот это, сюда добавляли мясо? Откуда это? Откройте же секрет. Секрет приготовления этого блина. Красный блин. Да, красный блин, добавление гранатового сока, так как гранат содержит и витамины, и все остальное, и старались сделать как-то интереснее наши стандартные русские блины. В шоколадный блин мы добавляли все-таки, фактически, не какао, добавляли шоколад. Шоколад. Растопленный шоколад. Давайте поговорим о начинках. В принципе, мы разобрались с блинами, и вы дали нам рецептуру. Вот про гурьевские только вы молчали, я так и не понял, как их готовить. Ну, приготовление гурьевских блинов теоретически заключается в том, чтобы... Делаем стандартный замес на русские блины, но не добавляем ни соды, ничего. Добавляем ряженку и добавляем взбитые отдельно белки. Уже можно попробовать? Нет, давайте больше интервью брать, а я буду пробовать. Должна прокомментировать как-то, но зрители же должны знать, о чем мы говорим. А когда они вот так лежат, подумают, что попьем ошей. Кушай, кушай, а мы будем с Мишей говорить о том, какие можно предложить начинки, которые можно порадовать своих гостей. Итак, начинки для блина. Начинки для блина могут быть разнообразными. По желанию, по вкусовым качествам. Миша, не слышу, говори громче, потому что Вика так плямкает, что... Можно от мясных, от всего что угодно, фрукты, ягоды, все как в душе пожелаем. Например, мясные можно разновидность фаршей, можно овощные даже делать для тех, кто именно гурман и очень трепетно относится к блинам и масленице. Можно сделать с икрой. Стандартные, вкусные, но они очень вкусные. И икра может быть тоже разновидная. Но тоже дорого с икрой. Можно, знаете, подешевле вариант взять, допустим, рыбу красную. Она будет чуть дешевле, но, в принципе, вкус очень близко, да? Будет похоже на то, что вы как будто... Миша, я можно немножечко поговорю, потому что я буду есть. А ты можешь? Мне нужно отвлечься, да, занять руки и рот чем-то. Миша, а вы умеете вот так вот, я всегда наблюдаю, шеф-повары любят вот так вот, знаете, блины подкидывать на сковородке, и они почему-то вот там вот крутятся, сальто там, тра-та-та, и вот так идеально кладутся, опять падают на сковородку. Вы так умеете? Умеем. Да? А это делают зачем? Это просто вот чисто какой-то момент, я не знаю, мацион такой? Приготовление просто русских блинов всем давным-давно известно, и переворачивание, там, например, руками, шпажками и лопатками, это уже как бы устаревшее. И каждый человек хочет увидеть что-то интересное, какой-то спектакль на кухне. Но вкуснее они становятся от этого или нет? Конечно, вы же первый раз едите глазами. Я пытался научиться это сделать, но в последний раз, когда я пытался подбросить блин, я обжег себе лицо просто. И весь потолок в жирных пятнах, да, остался? Нет, сразу, сразу так. Сразу, сразу ожог получился. Миш, давайте еще поговорим о том, есть ли какие-то варианты сворачивания блинчиков, потому что кто-то делает вот там типа на листнике, да, сворачивает их вот так вот. Конвертиками, рулетами. Конвертиками, да. Это тоже на любителя или есть какие-то правила, вот там, закономерности? Правила и закономерности, в принципе, созданы для того, чтобы их нарушать. И мы специально делаем периодически, не обязательно конвертиком, а можно изощряться и делать разные формы. Вадим. Я забыл. Я уже, я как дома на кухне уже, слушай, подождите, да, у нас же эфир. Ладно, еще вопрос. Есть какой-то рекорд лично ваш? Вот какое количество, скажем так, профессиональный повар может испечь блинов вот там, ну, за минуту, скажем так? За минуту около двух-трех блинов, в зависимости всего от рабочей поверхности, сколько сковородок присутствует на плите. А вот еще, кстати, очень важно, выбор сковородки для блинов. Любая подойдет? Нет, подойдет желательно блинная сковородка с маленьким невысоким бортиком. Да, вот это я видела такое в магазинах. А еще часто на улицах вот там есть какие-то, знаете, ну, скажем так, ларьки быстрого питания, так у них вот вообще вот такое вот, без бортиков, без ничего, просто поверхность. Это специальная плита для приготовления этих блинов. И они, ну, они такие тоненькие получаются. Ну, трудно удержаться. Милый, подай сковородку, пожалуйста. Зачем жарить сковородку? Миш, расскажите нам, вот мы об этих поговорили, гурьевские, об этих поговорили с гранатовым соком, с шоколадом. Что это? Это тоже гурьевские блины, но с фруктовой начинкой. А там между ними есть что-нибудь тоже, нет? Между ними идет апельсиновый сок, куантро. А-а-а. И еще несколько спецификов. А можно? Можно уже пробовать? Да, конечно. Да? Ребята, я так понимаю, что все, больше изображать из себя то, что нам... В принципе, меня все, что интересовало, я узнала. Если ты хочешь ищешь что-то спросить, мне пора уже кушать. Ты знаешь, я тоже все узнал, просто я уже не контролирую свою дикцию, поскольку здесь началось обильное слюноотделение. Друзья, вы нас прекрасно понимаете, мы желаем, чтобы в вашем доме был подобный завтрак, ну и, конечно же, завтракайте вместе с нами. Хотите? Хотите? Я поделюсь. Я только попробую и поделюсь. Микаэл Кучер сегодня был с нами, с шеф-повара для терраса кафе. Большое спасибо, Миша, что пришел. Большое спасибо, что накормил. Спасибо вам, Миша, большое. Очень вкусно. Все, давайте, я не могу больше. Друзья, мы скоро вернемся. Все, все, я не вернусь.